А можно к вам на личный прием или нам с рупором кричать? Хватит покрывать Краснопленова и других негодяев! Хочу, чтобы расторгались, эти договора незаконные. Старо-то в комментариях отмывалось, а я с кустым, что на ней заведено... Короче, как всегда мне эта бумажка выкинется, дадут ответ, какое-то, да, типа, метовое собачье дело. Приветствую. Спустя год вот мы опять вернулись в Лозовской район. По многочисленным жалобам местного населения, по фактам незаконного использования пасовищ местного населения со стороны предприятия Арт-Плюс и супарендатора Ассоциации юристов Слабожанщины. Как вы видите, земельный участок, который должен использоваться как пасовище для местного населения, вон, в село Николаевка. Вместо этого засеяно 22 гектара семечкой. Хочется отметить, что, например, в Европе семечка вообще не сеется, поскольку это растение высасывает максимум соков земли, и после этого эта земля уже не имеет таких родючих свойств. В связи с этим, понятное дело, когда это ни твое, ни жалко. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в Шатевском старостинском округе, в село Николаевка. Земли пасовища захопили невідомые и оправляющие. Неодноразово обратились к милиции, но никаких мер не принимаются. Староста от комментариев отмолвилась в связи с тем, что на ней заведено поможем справа. А кто завел? Не скажете? Не знаю. А если я попытаюсь угадать, можете кивнуть. Вот у меня есть информация, что при содействии первого заместителя, бывшего первого заместителя Красноперва, Шевченко, вот помог. Есть такая вот, где-то есть правда в этом? Не знаю, не можем сказать. Люди заляканье и боятся... То есть, получается, уголовные дела вместо того, чтобы заводить на тех, кто незаконно забрал землю, заводятся на тех, кто пытается ее отстоять и вернуть людям. Пойдем, если не хочет, рактим, отвечает на наши запросы, заявления. Поговорим с ним лично, либо, по крайней мере, попытаемся. Здравствуйте. Общественная организация «Нон-стоп» пришла на личный прием к руководителю. А кто есть дежурный прокурор, мне нужен, чтобы приняли у меня документы? То есть, как всегда в скринке, да? Так мне уже надоело, я год уже в скринку вашу кидаю, а мне приходят только отписки. Что мне делать? Как мне увидеться с руководителем? Как мне увидеться с кем-то? С профессиональным руководителем? С ответственным? С кем-то, кроме скринки? Я могу увидеться? У меня тут, смотрите, дело в том, что курсальные руководители менялись. Могу я с кем-то увидеться, с дежурным прокурором. У меня тут ряд вопросов, целая папка вопросов. А остальные, кто у вас? Я сберу, у меня порядка шести уголовных производств. Товарищ Травкин, здравствуйте. Здравствуйте. А можно к вам на личный прием или нам с рупором кричать? А я во-первых не трат. Ой, извините. А во-вторых, можете кричать в рупор? Не против, да вы? А где Травкин? Где нам поговорить с руководителем? Как нам поговорить? Там есть центральный экспорт, а хотите? Так там говорят, что у вас карантин, что боятся прокуроры очень коронавируса уже год. Я не отвечаю ни за карантин, ни за прокурора. Ну а вы можете ему передать, все люди хотят с ним пообщаться? Я человек такой, я пришел по замерзал, навел порядок, и я думаю, могу управлять. Все, понял. Тогда будем по-другому. Ну вот по прошествии года мы уже исчерпали все наши законодательные возможности. Урегулировать это в юридическом каком-то плане. Мы обращались с заявлениями, начали несколько уголовных производств, жалоб. Однако прокуратура почему-то бездействует. Продолжает покрывать земельные схемы, в том числе Арт Плюс. И еще у нас есть пак по 1-майскому квадро. Травкин почему-то не хочет с нами общаться. Значит, мы не дозвонились, не хотят нас видеть. Значит, придется обратиться, наверное, к руководителю. Придется к руководителю кричать. Если не хочет с нами так общаться, пусть все смотрит на фейсбуке, на ютубе и так далее. Когда вы будете работать, когда вы будете предъявлять фиски, хватит покрывать Краснопленова и других негодяев в сфере земельных отношений. У нас вопросы по Арт Плюсу, у нас вопросы по квадро. Когда вы будете работать, что нам делать? Я год вам пишу ежедневно, получаю отписки. Вы мне сами вынудили прийти устраивать клоунаду. Я попытался записаться к вам на личный прием. Говорят, карантин, иди гуляй. Вы думаете, не знаю дорогу, куда областной прокуратуре летит? Знаю. И я туда поеду. Если вы не начнете выполнять свои обязанности, верните людям землю. На чьей вы стороне. Хватит вы не направлять мои жалобы за належную всю мусорку. Это ваша обязанность, предусмотренная законом. Предусмотренная присягой. За что вы получаете свою зарплату. И набиваете свой земельный банк. Вашим земельным банком мы теперь займемся отдельно. Товарищ Травкин. Конечно, Травкина можем понять. За время своего руководства в Первомайской, в Лазовской прокуратуре, этот человек уже набился земельный банк и стал сам латифундистом. Естественно, у него рука не поднимается на своих коллег, больших фермеров что-то делать, потому что, естественно, мы с ними в завязке. Но мы разорвем этот порочный круг. Ну и, конечно же, спросим у райрады, верда, что они за год сделали с информационным запросом. Конечно, на райдержадминистрацию у нас меньше всего надежд. Это связано с тем, что за схемами ПАРТ-Плюс стоит Красноперов, глава фракции «Слуга народа» района. Сами понимаем, что глава райдержадминистрации тоже «Слуг народа». И против своих они не пойдут. Ну, будем разрывать этот порочный круг. А за что не зарплаты? Они сейчас уехали на сессию в Беляевскую сельско-раду. Да, Беляевская сельско-раду, они поехали на сессию. Все, спасибо большое. Короче, как всегда мне эта бумажка выкинется, дадут ответ, типа, не твое собачье дело. И все. А почему вы так со мной разговариваете? Я сам так не разговариваю, просто я возмущен, потому что я как дурак сюда езжу каждый год. То есть, не каждый год, чё-то год. Я же, смотрите, я работаю сейчас на камеру, я этого не скрываю. Я же не скрываю, потому что до этого я уже отправил их. Вы сами, наверное, знаете, сколько вот таких пришло бумаг вам. Мои дела принять, зарегистровать и отдать. Все, понял. У всех какая-то такая... Вы хотите, чтобы... Я хочу, чтобы расторгли эти договора незаконные, которые были заключены при содействии радости администрации предыдущего руководства. Вы сейчас просили, чтобы пришли с приемной и взобрали документы. Я вообще просил, как с кем-то пообщаться. Это мы уже вас привели, потому что, ну, никто не хочет с вами общаться. Я понимаю, конечно. Пришли, меня позвали с приемной... Смотрите, вы представители государственной власти, понимаете, государственного органа. Я общаюсь с тем, кого послали. Они послали, я сама пришла взять документы. Вы сами вышли. Ну, а с кем мне общаться? Ну, с девушкой же я не буду общаться, правильно? Топорец сидит на вакте. С кем мне пообщаться? С парнем, он там на лавочке сидел. Ну, что мне делать? В официальном, в официальном плане, я к вам обращался во всех уже возможных инстанциях, во всех возможных процессуальных форумах. Теперь я пришел пообщаться, мне тоже говорят, нет, что мне делать? Вот как мне себя вести? А потом еще, а потом еще этот негодяй красноперов подает на меня жалобы в адвокатуру, подает на меня риски. А я должен молчать сидеть? Мне должно это нравиться, должно это есть? За то, что я за бравое дело приехал, я тут трачу свои ресурсы, время, наживаю себе врагов, и после этого еще плохой, когда хочу, чтобы государственные органы начинали выполнять свою работу, чтобы прокурор ты бегал. У вас есть опенсии ко мне лично? Лично по мне, нет, конечно. Я принимаю документы, отнесу его на... У меня есть претензия к органу государственному, который не выполняет свои обязанности. Я отнесу его на регистрацию, буду... Да, да, я понимаю, я понимаю, что есть 10 звенья в этой цепочке, каждый, в принципе, отдельно не виноват. Тот один принял, тот рассмотрел, тот подписал, тот отправил, и как бы, ну, никто не виноват. А вот и жена, амбудсмена Бахвалова, который приходил к Красноперова поддерживать суд, оказывая давление на судью, на нас. Хотел бы еще и с Натальей Алексеевной, конечно, пообщаться с кривиноком аппарату. А теперь у меня вопрос к прокуратуре, в частности, к окружному прокурору Травкину. Товарищ прокурор, сколько вам нужно времени? Сколько вам нужно жалоб, уголовных дел, чтобы все же открыли глаза и увидели, что данный земельный участок используется, арендуется незаконно. Что уже давным-давно пора предъявить иски и вернуть землю громаде. Если у вас есть какие-то вопросы правового характера, я вам сброшу к практику Верховного Суда, где нецелевой вид использования является основанием для расторжения договора.